Заказал себе так называемый bulletproof кофе Это кофе состоит из обычного кофе, масла, а также кокосового масла Довольно-таки неплохая штука, помогает работать мозгам Кроме того, может заменить завтрак или обед По вкусу очень-очень классная штука Кроме того, они положили сюда немножко какого-то орехового ароматизатора Сейчас я еду, используя китайское предложение под названием DD Dasha Это китайский аналог Uber И кроме того, насколько я помню, они выкупили китайское подразделение Uber А вот сюда я как раз-таки направлялся И сейчас вы увидите, что представляет из себя китайская баня Сейчас я нахожусь Сейчас я нахожусь внутри сауны Вот здесь находятся вот такие локеры, где вы можете оставить в вашей одежде Все прочие вещи, вы здесь раздеваетесь Берете вот полотенце и идете мыться Все нормальные люди ходят в баню мыться, а мы кушать На самом деле мы находимся в семейной тауне Поэтому здесь люди приходят с детьми, семьями И кроме того, здесь всегда включена стоимость То есть здесь можно есть 24 часа круглосуточно 7 дней в неделю Третий этаж, зона отдыха Одной из обязательных вещей при посещении сауны является массаж Здесь он представлен на различных вариантах Это, кстати, довольно-таки, хоть и семейное место, но оно известно определенными видами массажа Про них вы сможете и погуглить, если у вас есть желание Я же выбрал так называемый вигар массаж Это спортивный массаж, основанный на акупунктуре Он должен быть немножко болезненный Оно помогает при болезнях, улучшает общий тонус организма и так далее Вот эти все маленькие кроватки, это раскладные кресла И люди здесь сидят Здесь есть также небольшие телевизоры, где можно посмотреть мультики, фильмы Поиграть различные игры В общем, все, что нужно для отдыха Это тихая зона, здесь сюда приходят люди поспать А вон там, с другой стороны, есть еще одна платная территория Стоит 40 юаней, но там типа капсулы Типа капсульных отелей Соответственно, там можно отдохнуть немножко, с меньшим шумом Но так как сегодня людей почти нет То я вот здесь Экономить 40 юаней тоже, неплохо Я только что проснулся, сейчас чищу зубы Вот такие пижамы здесь задают В принципе, очень нормальный вариант Надеюсь, данное видео вам понравилось Снято оно было по причине того, что очень многие люди спрашивают у меня Чем можно заняться в Гуанчжоу, Шинчжэнь и Пекине во время транзита в 48-24 часа И одно из таких вещей, которые вы должны испытать, это китайская баня Она немножко хуже, чем корейская баня Но все равно после долгого перелета, после долгой дороги Это настолько расслабляющая атмосфера Кроме того, стоимость зачастую бывает включена еда, развлечения, массаж Ну и прочие-прочие-прочие вкусняшки И зачастую стоимость 24 часов в такой вот бане ниже, чем стоимость тех же суток в хорошем отеле Поэтому, если у вас не так много вещей Если вы транзит через Гуанчжоу, Пекин, Шинчжэнь, Шанхай То обязательно почтите местную баню Все адреса вы спокойно можете найти в интернете Адрес той бани, в которой мы были, я оставлю в описании Она называется Асотта, не реклама Просто несколько человек мне что-то в последнее время пишут По поводу того, что я рекламирую чего-то, не пойму чего-то Что еще? Да, наверняка вы заметили, что качество картинки в тауне было ниже Это связано с тем, что я снимал все на телефон Так как с большой камерой снимать запретили И даже с телефоном приходилось снимать большую часть времени, немножко украдкой Если есть у вас вопросы, то оставляйте в комментариях Я постараюсь продолжать что-то делать на регулярной основе А сейчас я пойду спать Потому что все равно в сауне удалось поспать 5 часов А утром мне пришлось и на работу Только дурак ведет сауну по среде рабочей недели Нужно выходить в пятницу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok